Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. Движение по правилам. Радио Комсомольская правда, Александр Цариков и Павел Филиппов. И наша рубрика, ставшая же традиционной, отдельная тема движения по правилам. Да, сегодня будем говорить о том, что происходит с машинами, как их готовить, когда меняется сезон, когда приходит время поменять не только резину, но и, возможно, что-то еще в своем автомобиле, дабы безопасно и хорошо много путешествовать на нем. Да, говорить мы сегодня будем, в том числе о техническом состоянии транспортных средств. С начальником отделения технического надзора управления госавтоинспекцией Свердловской области Александром Порубенко. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос номер один. Смотрите, есть ли какие-то особые рекомендации, в том числе и от госавтоинспекции, как готовить автомобиль к смене сезонов, которые у нас прямо сейчас с вами происходят, ну, помимо, понятное дело, замены шин? Кстати, вы переобулись? Нет, нет. Я и на своем личном автомобиле, и на служебных автомобилях мы пока резину не сменили. Значит, я вообще рекомендую менять резину, когда температура окружающего воздуха становится плюс 5 градусов. Не менее. Пяти, да. То есть, ночное время, чтобы она не опускалась ниже плюс пяти, ну, естественно, днем. Потому как зимняя резина рассчитана на эти температурные режимы, а летняя наоборот. Летняя резина более жесткая, в отличие от зимней, и при температуре ниже пяти градусов она дубеет, и, естественно, пятно контакта уже с поверхностью уменьшается, и свойства резины теряются. Поэтому пока рано еще менять зимние шины. Ну, вот, смотрите за температурными показателями. Как будет постоянно выше плюс пяти градусов, тогда уже можно менять. Тогда пора. Хорошо. Хорошо, кстати, что мы не поторопились, потому что тоже было такое желание, когда особенно это потепление пришло неожиданно. Думаешь, ну, уже поскорее бы еще и шипы жалко, и вот зимнюю резину, которая подорожала, тоже жалко. Но потом неожиданно случилось похолодание со снегом и даже со льдом, и мы поняли, что не зря не поспешили. Да, ну, и ладно, мы вот находимся с вами в городе Екатеринбурге. Здесь как бы снег, ну, постольку-постольку упал, начиная в регионе, начиная от Кушево и далее на север, там достаточно большое количество выпало снежных осадков, и температура окружающего воздуха опустилась намного ниже 0 градусов. Какая-то еще особая подготовка к летнему сезону необходима автомобилю? К летнему и к зимнему, но я думаю, что к зиме мы с вами в очередной раз об этом поговорим. Да, мы вернемся осенью, но летом, ну, конечно же, нужно проверить все масла и смазки, нужно проверить, я об этом всегда говорю, многие автовладельцы этого не знают, нужно проверить состояние и качество тормозной жидкости, ее нужно менять. Раз там в 50-60 тысяч километров, так как она всегда работает в высоких температурных режимах, и по истечению эксплуатации она теряет свои свойства. Конечно же, нужно проверить, еще раз повторюсь, тормозную систему, систему охлаждения, так как в зимний период мы ее готовим, чтобы у нас эффективно происходил обдув стекол, и тепло в салоне было, то летом эта система, она в первую очередь охлаждает двигатель внутреннего сгорания. И если она потеряла свои свойства, качества, и также ее там мало, или она вышла из строя там по причине забития там патрубков или еще что-то, то произойдет перегрев двигателя, и автомобиль, естественно, выйдет из строя. Но ладно, если он выйдет из строя где-то в городской черте, где можно быстро его эвакуировать там до ремонтной автомастерской, а если же это произойдет на загородной трассе, и не везде у нас, к сожалению, пока работает сотовая связь, то придется столкнуться с рядом проблем при транспортировке транспортного средства. Вот. Ну, повторюсь, да, за качеством шин нужно построить, не надо. Они также имеют срок эксплуатации. Ну, видно по протектору, в принципе. Сейчас есть маркировки, тем более, такая цифровая. Транспортные, да, шины промаркированы, соответствующие, да, проверить, ну, ее качество этих покрышек, скажем так. Ну, проверить, естественно, световую сигнализацию нужно, хоть у нас сейчас день уже много светлее, дольше, да, но, тем не менее, необходимо проверить всю световую сигнализацию и тем более ее использовать. Я вот хотя, кстати, хотел о световой сигнализации отдельно сегодня поговорить. У нас будет вопрос по этому делу, да, тоже. Да, вот надо будет обсудить. Ну, традиционно проверить наличие аптечек, огнетушителей, знак аварийной остановки. Вот по знакам аварийной остановки при дорожно-транспортных происшествиях мы сейчас обращаем на это внимание по их наличию, во-первых, во-вторых, по их использованию. У нас автовладельцы при дорожно-транспортных происшествиях не выставляют знак аварийной остановки, хотя это предписано правилами дорожжения, это на загородных трассах не менее 30 метров, в черте города не менее 15 метров, чтобы другие участники дорожного движения, ну, имели возможность для маневра или там перестроения. Отреагировать, чтобы можно было. Да, да. Паша, если что, тогда задам вопрос. Зимой некоторые коллеги говорят ваши, что нужно с собой теплые одежды, достаточно запас иметь, какие-то, может быть, дополнительные... Вот Александр лопату возит. Я зимой положил лопату с собой, потому что все равно ситуации разные бывают. Иногда тебя окопали проехавшие машины, которые, в общем, прибирают улицы города. А вот летом что можно положить такого, чтобы в багажнике лежало и помогало тебе в случае чего, в общем, более комфортно провести время, либо просто справиться с вызовами, которые дорога все равно бросает? Это все зависит от вашей поездки, куда вы двигаетесь, на какое расстояние вы двигаетесь, и цели этой поездки. Ну, как минимум, запас воды должен быть. То есть, в летний период времени... Мы надеемся, что будет жарко, если что-то произошло, чтобы можно было пить воду. А даже если что-то произошло с автомобилем, с той же системой охлаждения двигателя, на какое-то время можно ее залить. Хотя этого не рекомендуется делать, потому как антифристом или иная жидкость охлаждающая, она еще имеет свойство смазывающей, которое смазывает некоторые элементы двигателя. Ну, как временное решение можно. Да, как временное решение куда-то доехать до точки ремонта можно. Ну, а в основном больше как бы... Ну, все зависит, еще раз повторюсь, от вашей поездки, куда вы поехали. Трос обязательно, конечно, нужно иметь в автомобиле. Ну, не вам он, да, может пригодиться, а может с кем-то другим, с другим автомобилем получиться какая-то поломка, а вы ему окажете помощь. Хорошо. Чем рискуют те, кто продолжает ездить на летней резине, на зимней резине летом? Такой вопрос. Просто частое наблюдение такое, знаете, лето, жара и весело отсокое шипами кто-то передвигается по городу. Вот характерный звук мимо тебя проносится вместе с машиной. Не перепутаешь ничего. Ряд моментов при эксплуатации зимней резины летом. Это, во-первых, я о чем начал говорить сегодня, это разные температурные режимы эксплуатации шин. Зимняя резина, она более мягкая и при высоких температурах она, естественно, ну, по-простому, скажем, расплывается на асфальте. Второй момент, это увеличивается тормозной путь автомобиля. То же самое, что на коньках, да, скажем так, остановиться по асфальту. Он, конечно, можно остановиться, но дольше это все будет. Ну, естественно, автомобиль, так как это источник повышенной опасности, и механическое транспортное средство, мгновенно оно и на летней резине не остановится, транспортное средство, но на зимней резине, естественно, и тормозной путь увеличится. А также, даже если есть системы, там, стабилизации, курсовой устойчивости, там, АБС, то на зимних шинах, тем более ошипованных, я не исключаю, что произойдет при определенных скоростных режимах, то и произойдет и занос транспортных средств, и теряется управление, ну, и произойдет дороже транспортное происшествие. Законы физики не обманишь. Да, совершенно верно. Да, и мне кажется, у самой системы автоматическая будет какой-нибудь шок, и вообще, что со мной происходит, почему я так странно себя веду, может не успеть среагировать. Хорошо, про поездки, вот многие поедут на юга, там, к родственникам в другие регионы, мы, в принципе, уже сказали, что необходимо иметь, но, может быть, есть какие-то еще особенности подготовки автомобиля, себя самого, к тому же, да? К длинному маршруту. К перегонам таким. Знаете, тут даже летом, может быть, не столько нужно готовить автомобиль, сколько вот при таких дальних путешествиях нужно соблюдать режим труда и отдыха. На грузовых автомобилях, на автобусах определенных категорий обязательно установка тахографа. Тахограф – это устройство, контролирующее режим труда и отдыха водителя, скоростной путь автомобиля и пройденный путь. В легковых автомобилях этого нет. Но надо понимать, что есть соответствующий нормативный документ, который регламентирует режим труда и отдыха. Это там первые 4,5 часа можно проехать, потом нужно останавливаться, и чем дольше едет человек, тем чаще нужно останавливаться на определенный промежуток времени. Вот тахограф это все учитывает, и мы, как надзорный орган, при надзоре за дорожным движением, у водителей грузового транспорта или автобусов это проверяем. И за это даже есть административная ответственность. То в легковом автомобиле это сделать сложно, так как нет такого устройства. Но водителям нужно понимать, утомленное состояние приводит к дороже-транспортному происшествию. Люди даже сами не замечают, когда засыпают и выезжают на встречный пост, либо столкновение с транспортным средством. И случаев, кстати, хватает, правда? Да, да, и при утомленном состоянии, естественно, притупляется реакция водителя, там, нахождение в пространстве, ну, притупляется вообще жизненный цикл человека, скажем так. Вот, нужно на это обращать внимание. Ну, давайте скажем так по-простому, если нужно доехать быстро до юга, да, то самолетом нужно пользоваться, либо поездом. Если же вы решили поехать на автомобиле, во-первых, для вас это должно быть путешествие, оно должно доставлять удовольствие. То есть, ну, гнать, скажем так, да, с краснёхонькими глазами, в утомлённом состоянии, но это рано или поздно приведёт к беде. Ну да. То есть, нужно учитывать режим труда и отдыха, побольше делать остановок, гулять. У нас такая страна красивая, большая. Мы вот тут в марте месяце с женой съездили в Ставропольский край, на Северный Кавказ, да, там попутешествовали. Очень красиво там, столько лет живём, не были. Ну вот. Да, нужно ездить, путешествовать. Своё удовольствие. Отдыхать, да. Александр Порубенко с нами, напомню, начальник отделения технического надзора управления госэфтинспекцией по Свердловской области. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы и продолжим через минуту. Я напомню, что о безопасности дорожного движения, отдельная тема движения по правилам. Мы сегодня говорим с начальником отделения технического надзора управления госэфтинспекцией по Свердловской области Александром Порубенко. Говорим о техническом состоянии автомобилей, ну, в том числе. Если всё-таки, возвращаясь к разговору о путешествиях длительных, какие-то, может быть, есть гаджеты, какие-то устройства, которые облегчают и улучшают как раз-таки поведение водителя за рулём? Не знаю, массажёр, который на кресло крепится водительский, может быть, какие-то солнцезащитные экраны, чтобы машина не перегревалась? Во время стоянки, например, да. Ну, да, сейчас, конечно, множество вещей и предметов, которые упрощают жизнь автомобилиста. Ну, конечно же, запрещено использовать тонировку регламентированную госэфтинспекцией. Ну, передняя полусфера имеется в виду. Да, да. Ну, а там всё зависит от строения организма, там подушки, да, или там какие-то массажёры, то есть, какие-то особенности там человеческие. Ну, они не запрещены использовать, там уже используют каждый по своему усмотрению. Вот эти шторки, вы правильно обратили внимание, когда транспортное средство не эксплуатируется, да, ушли куда-то отдохнуть. Да, можно установить защитные экраны, чтобы как можно меньше попадал солнечный свет в автомобиль, чтобы салон не нагревался, потому как нагретый, перегретый салон, он в том числе и влияет на утомление водителя. Ну, да. Вот, а так, у всех, конечно же, сейчас современные телефоны, которые оснащены там и навигаторами, и очень, кстати, удобная вещь, даже кто много ездит по определённому маршруту, ну, там, на юг, да, возьмём, в частности, то навигатор и знает, скажем так, дорогу, да, вот, то навигатор сейчас столько много альтернативных путей показывает и менее загруженных, где, например, даже запрещено движение грузового транспорта, а это, соответственно, на легковом автомобиле упрощает жизнь водителя, то есть, альтернативные пути. Ремонт подсказывает. Конечно, показывает, где ремонт автомобильных дорог, заторовые ситуации показывают, и альтернативу, где можно проехать на легковом автомобиле, то есть, этим нужно пользоваться, конечно. Хорошо, про техническое состояние, как бы вы оценили общее техническое состояние транспортных средств, которые у нас в Луковской области ходят? Вот по нашим наблюдениям, если поездить по дорогам, там, по городу, по трассам, что бросается в глаза? Массово они работают, фары и другие световые приборы, я имею в виду стоп-сигналы, там, например. Я не скажу, что у всех, но просто это бросается в глаза. Много тонировки, ну, достаточно большое количество. У грузовиков грязный выхлоп, и, конечно, беда летняя всех – это прямотоки, прямоточные глушители. Что еще, вот, по вашему мониторингу, какие еще проблемы есть? Знаете, вот, за 2022 год, по статистике, у нас произошло всего 4 дорожно-транспортных происшествия по причине технической неисправности. Но это конкретно, то есть, либо это… Отказали тормоза. Отказали тормоза, либо колесо, да, отпало, и произошло дорожно-транспортное происшествие. Но при оформлении всех дорожно-транспортных происшествий в процентах 70 случаев мы выявляем технические неисправности автомобиля, те или иные. Отсутствуют брызговики, разная резина на одной оси, неисправна световая сигнализация и тому подобное. Так вот, за 2022 год почти 83 тысячи транспортных средств были технически неисправными при надзоре за дорожным движением. Почти 5 тысяч эксплуатировались с внесением изменений в конструкцию. Это газобаллонное оборудование установлено, там силовые бампера. То есть, это просто не было согласовано. Да, или что-то, да, демонтировано, что не согласовано с госавтоинспекцией. И почти 3 тысячи транспортных средств не прошли технический осмотр. И, ну, как вы сами тоже автовладельцы, да, управляете транспортными средствами, видите, что на самом деле очень много технически неисправных автомобилей ездит. Мы, конечно, в свою очередь проводим и рейдовые мероприятия, и оперативно-профилактические мероприятия по выявлению вот этих технически неисправных автомобилей. Но, опять же, это силами технического надзора проводится. Потому как у дорожно-патрульной службы, у них именно цель и задача – это профилактика аварийности. И, ну, вернее, они несут службу в тех местах, где зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия и профилактируют подобные дорожно-транспортные происшествия. То технический надзор – именно задача контроль за преэксплуатацией транспортных средств. Ну, я еще раз повторюсь, то есть силами технического надзора больше 80 тысяч неисправных автомобилей выявлено за 22-й год. А за истекший период текущего года уже порядка 13 тысяч. То есть, я хочу сказать, что владельцы за автомобилями, за своими, не следят. Крайне редко кто серьезно к этому моменту подходит. И, знаете, и подходят к этому моменту серьезно вот именно возрастные водители, к которым привыкли. Что, понимаете, автомобиль – это источник повышенной опасности. К нему нужно отнестись серьезно, к его в том числе составляющей технической. То вот молодые водители, они к этому несерьезно подходят. А вот выявили вы эти десятки тысяч автомобилей, которые неисправными выходят на дороги. Дальше что происходит? Какие полномочия есть у ГИБДД? По-разному. Значит, за неисправное рулевое управление, либо тормозную систему, за это предусмотрено задержание транспортного средства на штрафную стоянку. Подождите, у меня сразу вопрос. Но ведь здесь выявить неисправное рулевое, может, неисправно? Ну, снаружи так просто, невозможно. Нет, почему? Это выявляется орко-аналептическим методом, то есть, визуально. То есть, люфт рулевого управления, это имеется в виду? Есть люфт рулевого управления, да. Это нарушение выявляется при помощи приборов. У нас есть эти приборы, люфтомеры они называются. Мы используем их при надзоре за дорожным движением. А есть неисправность рулевого управления, это как перемещение деталей и узлов агрегатов рулевого управления. Когда визуально мы видим, что там, например, рулевая тяга, да, ну, болтается. Понятно. Либо не зафиксированы элементы, установлены способом. То есть, где-то контрагается, да, какой-то элемент, где-то шпилька вставляется, где-то специальная гайка, которая затягивающаяся, которая сама себя контрагает. Тормозную систему мы выявляем неисправность, это в основном пневматическая система. То есть, утечка сжатого воздуха идет, очевидно, да. Это все фиксируется сейчас на камеры, без вопросов. Есть у нас еще специальный прибор, приборы, которые подцепляются к тормозной системе пневматической, смотрим утечку воздуха. То есть, это все фиксируется. В этом случае транспортные средства помещаются на штрафные стоянки. Во всех остальных случаях, за исключением внесения изменений в конструкцию, предусмотрен административный штраф. Плюс, так же, как и по тонировке, мы выдаем требования водителю на устранение причин неисправности. В последующем проводится контрольный осмотр, если устранили, значит, соответствующая отметка в базе сделается. Если не устранили, то здесь уже соответствующая мера по статье, там, кодекса 19.3. Ну, вплоть до административного ареста, да. Что же касается внесения изменений в конструкцию, то в этом случае также составляется административный материал, выносится штраф, также выдается требование. В последующем, если человек его не выполняет, и мы при надзоре за дорожным движением его выявляем, то материалы направляем в регистрационное подразделение и прекращаем регистрацию транспортного средства. Вот так вот. Да, если, опять же, человек дальше управляет транспортным средством, и при надзоре за дорожным движением его останавливают, изымаются госномера свидетельства о регистрации транспортного средства, но в последующем уже за управление без этого всего предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения права управления. А вот зафиксировать это событие, то, что он без прав катается, что без номеров, может электронная система, камеры и так далее, и автоматически это паутина есть? Сейчас система паутина, да, она в том числе фиксирует. Она фиксирует и водителей лишенных, и водители, которые привлекались к административной ответственности за состояние алкогольного либо наркотического опьянения. Все это в базе, и там специальные такие, ну, она специально, программа так работает, что на некоторых водителей установлен там сигнал, скажем так. А, даже так. Боички особые, понятно. Хорошо, с этим понятно. Давайте, кстати, еще напомню. Вот вы упомянули здесь обязательный техосмотр транспортных средств. А как-то оно, скажу честно, мы тоже уже 50 раз это обсуждали, и оно сильно не зафиксировалось в голове, какие автомобили, какие транспортные средства должны проходить обязательный техосмотр, когда, в какие периоды и сроки. Там несколько периодов и сроков, и по категориям транспортных средств. Сразу же хочу сказать, что если владелец, ну, эксплуатирует свой личный автомобиль, не продает его, то технический осмотр ему проходить не нужно. Технический осмотр нужно проходить в этом случае, если транспортное средство продается. То есть, я продаю автомобиль, вы его покупаете, перед регистрацией его вы должны пройти технический осмотр. Но это если автомобиль старше 4-х лет. Так. Во всех остальных случаях юридические лица должны проходить технический осмотр, вне зависимости от категории транспортных средств. Автомобили такси, все автобусы. Это все регламентировано 170-м федеральным законом. Там сроки предоставления транспортных средств, по годам выпуска, по тонажу. Вот это все в этом законе прописано. Но, скажем так, грузовые автомобили небольшой массы. Первые 4 года не проходят технический осмотр юридических лиц. В последующем они проходят каждые 12 месяцев. Ну и все в зависимости от года. Чем старше автомобиль, тем чаще ему нужно проходить технический осмотр. Понятно. Мы вот в основном говорили про секунд 30, Саш. Да, частный транспорт. А вот с трамваями, которыми лет по 40, что с ними-то делать? Ну и есть с автобусом. Слушайте, ну как? У нас есть аккредитованный пункт технического осмотра на территории Свердловской области. Он, кстати, один из немногих на территории России. Их всего, если мне память изменяет, 4 по всей России. Которые проводят технический осмотр трамваем-троллейбусом. Это аккредитованная станция. Она прибывает в депо. Устанавливается там. А, то есть она мобильная? Да, она мобильная. Они приезжают и проверяют техническое состояние трамвая в троллейбусе. Отлично. Ну, Александр Александрович, мы не успели много вопросов еще с вами обсудить. Я думаю, что обсудим в предстоящих эфирах. Тем не менее, спасибо вам большое. Напомню, с нами сегодня Александр Порубенко, начальник отделения технического надзора управления госавтоинспекцией по Свердловской области. Да, это была отдельная тема «Движение по правилам». Да, оставайтесь с нами. Александр Цариков, Павел Филиппов совсем скоро продолжим. Отдельная тема. Движение по правилам. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.